Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня предлагаю немного поговорить об орхидеях. Вот эта красотка у меня цвела. Вот я срезала два последних цветка. Здесь уже всё, уже явное увядание. Вот этот цветонос я обрезала. Вот, как я считаю, вот это тоже всё будет засохшее. Надо было обрезать и это. Но я ещё пока немножко подожду, потому что какие-то питательные вещества, я думаю, в нём есть. И они, наверное, перейдут ближе к корню. Обрезать надо было, я считаю, вот по эту почку. Вот эта почка живая. В отличие вот от этой, видите, эта почка засохшая. Видите, чешуйка сухая. А вот здесь почка ещё живая. И вот по неё я и думаю, что надо было обрезать. Или вот ниже неё расположена ещё одна. Можно было бы обрезать и вот по эту почку. Повторяюсь, я пока оставлю вот этот стволик. Пусть он ещё пока постоит. Очень явных признаков засыхания на нём нет. Поэтому я его пока обрезать не буду. А это сдача. А вот эта красоточка продолжает цвести. Её название я не знаю. Вот это мне подсказали, подсказали, что вот это называется Сакраменто. Ну, может быть, так оно и есть. Похоже по описанию. Вот эта красотка безымянная. Такие нежно-белые лепесточки. Губа в крапушку. С усишками. Усики, видите, какие интересные. И здесь вот такие нежные, муаровые, розоватые разводы. Цветочков раз, два, три, четыре. И раскрыты они все. И, скорее всего, цветонос она продлит. И вот здесь, видите, продолжение. Так что может ещё продлить. Вот такие. Красивые. Это биандора. Это орхидея с запахом. Распустилась уже довольно приличное время назад. И всё ещё стоит с цветочками. Все цветочки ещё достаточно привлекательны. Ни один ничего не потерял. Так, понюхаем. И вы знаете, до сих пор пахнет. До сих пор пахнет. И вот они три. Есть надежда, что дорастит ещё цветонос. Они не крупные. Они, конечно, помельче, чем обычные фаленопсисы. Но очень яркие, очень милые. И самое главное для меня – это, что они пахнут. Очень хотела иметь орхидею именно с запахом. Я вот об этой своей орхидее рассказывала более подробно. Я оставлю ссылочку под описанием, если кто-то захочет посмотреть на неё ещё поближе и поподробнее. Теперь перед вами пафиопедилум американский. Это мауди. Вот такой бело-зелёный парус у него поднят. Туфля. Очень интересные вот эти его усишки. Видите, они с шерстинками. Очень интересно. Прекрасный вид у этих растений даже и без цветков. Вот эти такие пёстрые листики. Очень красиво смотрятся. Смотрите, как шикарно. Необычная очень расцветка этих листьев. И вот вам вид в профиль. Башмачки вообще очень необычные цветы. Согласитесь со мной? Очень необычные. Вот это целогина, крестата. Но здесь пока смотреть не на что, любоваться нечего. Здесь вот видите, три материнских было яблочко. И три нагуляли. Растение ещё молодое. Цвести здесь нечему. Поэтому это только в планах. В глубых мечтах. А это дендробиум нобили. Он у меня несколько раз цвёл. Я думала, что и в этом месяце зацветёт. Вот об этом событии у меня есть рассказ, что это летом стояла орхидея на улице. И вот так её погрызли слизни. Представляете? Я этот листик так и не убрала. Он же был живой. Но он сейчас ещё живой. Я его оставила. Это растение я тоже ждала, что оно зацветёт. Я ему предоставила холод. Просушку. Серьёзную такую просушку. Вот этот молодой рост. Я думала, что он как раз и зацветёт. И пока никаких признаков на нём не замечаю. Хотя и просушка была, и холод был. Он даже сбросил листик. Ещё один листик желтит. И видите, как сморщились вот эти вот старые его стволики. То есть питательные вещества отсюда были забраты для новых ростов, для молодых. И вот он, молодой-то рост. Вот он. Он довольно высокий, довольно большой. Но на нём, к сожалению, ничего. И все мои труды довести его до цветения увенчались неуспехом. Ничего у меня не получилось. Дендробиум не зацвёл. Вот я его осматриваю. Никаких почек не вижу цветочных. Значит, в этом году он и не зацветёт. Печально красивый очень цветок. И даже пахнет тоже, как и вот биандорка. Бывает и такое. Мне же ещё есть на что полюбоваться. И на башмачок, и на биандору, и на вот эту красотку. Поэтому я особо не расстраиваюсь. Жизнь продолжается. Весна не за горами. Всё у нас будет хорошо. С таким позитивом заканчиваю. С вами прощаюсь. Всего вам доброго. Спасибо, что побыли со мной. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok